здравствуйте друзья доброго вам сегодняшнего как говорится понедельника и как быстро уже летит лето друзья да уже середина окажется только вчера я вот впервые вдохнула вот июньского воздуха как уже подобралась именно вот середину середины лета середины июля знаете вот это но это такая лирическое отступление в общем здравствуйте еще раз в эфире 62 выпуск лет news и его ведущие алиса тверская и олег кейнс у нас сегодня планируется долгая насыщенная вечерняя беседа поэтому готовим что медь вкусное съестное питьевое чтобы полностью погрузиться атмосферу да все недавно отличный совет я бы я бы тоже запас чем-нибудь вкусным да хотя почему бы назвать вкусно в нашу сегодняшнюю честно говоря подборку аудиокниг а их сегодня довольно таки много друзья ну а что ж а мы начнем сегодня кстати да хочу с вами поздороваться я вот тут смотрю уже люди знают что делать как сегодня как обычно сегодня как обычно друзья розыгрыш не забываем что сегодня розыгрыш с нами сегодня ангел пси которого очень хотели видеть и слышать прошлые прошлый выпуск но к сожалению он не смог попасть вот аркан привет тоже алексей привет илья екатерина екатерина привет андрей привет то есть все алды здесь алды здесь уже хорошо так а мы начнем сегодняшний выпуск а не забываем да я чё сбился потому что что-то июль сегодня жарко было очень очень сильно жарко вы понимаете друзья сегодня наш какой я я сегодня немножко облажался я забыл выпустить анонс я сегодня пошел прогулялся на этой жаре мне спекло и я просто лег спать и днем и проснулся вот буквально перед выпусками были да я забыл анонс пустить так что но я думаю все уже поняли что поэтому немножко сегодня задержали чуть подольше я думаю у меня простите вот но каждый понедельник мы выходим по моему еще а пропуска ни одного не было ради единственный был пропуск когда понедельник перенесли на вторник александр привет александр тарас привет ну что ж мы начнем сегодня довольно таки объемный выпуск правда говорю так что не зря алиса сказала запасайтесь чипсами и прочим мы сегодняшний выпуск начнем с аудиокниги но наконец работали эти долбан обложечка поставим и так шмаков алексей макото книга вторая а первое что-то не помню слушать а по-моему нас такой не было да в анонсах макото книга 2 она не подал первую книгу ладно жанр бояр аниме попаданцы городской фэнтези спустя 9 лет макото возвращается в северную империю впереди его ждет обучение в академии годунова встречи с новыми друзьями и старыми врагами тайны которые ему предстоит раскрыть и куча приключений но для этого сперва нужно разобраться в собственных возможностях что может оказаться самым трудным читает стахановица издательство и ддк кстати да сегодня спонсор в сегодняшний выпуск как обычно в принципе издательство и ддк так что подписываемся на все ссылочки по описание там сайт и них есть youtube группа youtube вк группа и youtube канал вот подписываемся ну и соответственно аудиопортал олега кензе на все ссылочки жмякаем и переходим по ссылочкам подписываемся читает башков александр запись 22 года время звучания 7 часов 2 минуты 3 секунды возрастные ограничения 18 плюс слушаем небольшой фрагмент но наконец сработали эти долбаные закладки и полностью вернули разум темного в исходное состояние личность запрятанная в самые дальние уголки памяти заняла свое положенное место уничтожая созданный специально для этого задания дубль как только начался процесс смены что-то пошло не так и дубль начал сопротивляться не желая уступать место произошло это самый неподходящий момент во время празднования орденом захвата маленького городка на самой окраине свободных земель именно с этого городка орден планирует начать свою экспансию всех свободных земель а после всего материка темный как один из самых приближенных к верхушке присутствовал на этом праздновании и когда его личности столкнулись начал буянить нападая на всех подряд алис у тебя появился новый поклонник вот почитай там да так что эрнест вы получили ответ на свой вопрос так что сегодня разыграем только аудиокниги девушек сегодня не разыгрываем так ладно если кто-то сегодня сделал грешные дела друзья в таком случае ваш путь лежит прямиком в чистилище звучит зловеще да не правда ли ничего я могу с этим ничего говорится с этим поделать не могу вот ну извините таков путь и так друзья продолжаем выпуск с аудиокнигой чистилище вальтер макс книга 3 стадия зависти жанр ареал рпг попаданцы боевая фантастика ох уж эти создатели гвоздь им в голову интересно чем их в детстве кормили что фантазия превзошла даже мои самые извращенные ожидания теперь всех участников турнира поместили в общий котел и отобрали единственный ресурс то без чего каждый из нас продержится не более четырех часов и что-то мне подсказывает это далеко не все сюрпризы скоро нас всех обязательно столкнут лбами до потеха лишь набирает обороты самое мясо еще впереди слушаем напоминает игру кальмара что такое описание до содержание цикла чистилище стадия уныния стадия алчности стадия зависти и стадия пох попаданцы боевая фантастика читает александр чается ну только ради александра можно в принципе эту книгу послушать запись 22 года время звучания 9 часов 4 минуты внимание содержит нецензурную брань возрастные ограничения 18 плюс слушаем прежде чем выходить на поверхность проверил состояние навыков вроде как изменений не обнаружилось за босса к сожалению выдали лишь 10 тысяч очков не сказать что мало но когда до следующего уровня остается в пять раз больше ну такое себе тому же это босс а не рядовой монстр лучше всего прилетает когда убиваешь кого-нибудь из участников за одного можно больше чем с любого босса получить а если это чемпион то система не мелочится вообще очень заманчиво конечно а кто у нас впереди планеты всей я сфокусировался на звездочки и мне сразу показали турнирную таблицу прикрывать по очереди глаза бесполезно потому как изменений ноль всех сбили в единую кучу и это не есть хорошо смотрю в зеркало а вижу там тебя близко но нет он случае нам поможет следующая аудио книга одуваловый анны отражение ахахаха это однозначно точно не я 6 лет назад я уехала отсюда как думала навсегда но пришлось вернуться и вновь встретиться с собственными страхами лучшая подруга друзья а самое главное он мой ночной кошмар парень смотреть в лицо которого слишком больно мы все храним секреты и не хотим вырошить прошлое или же не все кто-то решил запомнить про одну страшную ночь он знает наши тайны и похоже дам даже немного больше он заставляет сомневаться в том что шесть лет назад произошел несчастный случай а если так под подозрение попадаем и все а мы еще не можем понять нас преследует живой человек рок или потусторонняя сущность которая приложила руки к трагедии произошедшей в этот день вместе кастру сюжетный любовный роман современный любовный роман читает голд тина время звучания 4 часа 39 минут 16 плюс вот так вот небольшой фрагмент в исполнении тины тиночка привет если ты меня слышишь я знаю кто скрывается под этим псевдонимом сегодня я стала взрослой вот так в один миг слетели розовые очки разбилась в дребезги сердце и заледенела душа может это не взросление а смерть оболочка двигается дышит но самой меня нет просто окружающие пока не замечают все делаю на автомате куда-то иду качу за собой чемодан на колесиках на носу солнечные очки в пол лица они скрывают опухшие от слез веки и покрасневшие глаза мир словно в тумане события происходят будто не со мной я вижу все со стороны багаж документы латты в зоне вылета и посадка в самолет который унесет меня в город где я никогда не буду счастлива проблема в том что теперь я не верю в счастье вообще друзья не забываем что у нас сегодня как обычно розыгрыш тот кто еще не успел в нем поучаствовать вам достаточно написать два слова хочу аудиокнигу и в конце сегодняшнего выпуска мы разыграем одну из анонсируемых сегодня аудиокниг а мы продолжаем работу и книги анонсировать как говорится будем мы у нас сегодня анонс анонсируем их книг вот так вот масло масляные и переходим дальше мы к аудиокниги замполит неверный ленивец книга первая провокатор жанр альтернативная история попаданцы скамов михаил дмитриевич 1971 года рождения гражданин российской федерации он же майкл скаммо 1859 года рождения гражданин северо-американских соединенных штатов он же большов он же дриба он же сосед образование высшее инженер-строитель владелец и руководитель проектно-расчетной фирмы секретный агент московского охранного отделения член редколлегии газеты правда большевик принципиальный противник террора кавалер ордена станислава третьей степени при таких раскладах можно легко стать миллионщиком но хочется потратить эти деньги с толком чтобы революция в россии получилась бархатной содержание цикла неверный ленивец провокатор пулеметчик пораженец председатель читает олег воля запись 22 года время звучания 9 часов 50 минут 24 секунды возрастные ограничения 16 плюс небольшой фрагмент звонок из переславля застал меня в самом начале дороги на крестовском путепроводе звонил лёша который сумел самостоятельно разрулить проблему слишком инициативный бригадир решил сделать бетонную мембрану вдвое толще потому что тонкая упадет на сальники лёша связался с тамошним прорабом имевшим к счастью строительное образование и нужда ехать разбираться отпала я тихо рулил по проспекту мира соображая как распорядиться внезапно образовавшимся пустым днем максимум удастся закрыть вторую половину когда пришла мысль доехать до сокольников и просто погулять благо я там не был уже лет 30 опа что за удивительное название мари я просто в восторге да вот от новой породы видимо что-то крайне интригующее нам подготовил гранольга именно космо котики или два босса для землянки у май гараба я и подумать не могла что вытащу счастливый билет получив должность космобиолога в меридиан галактик новыми боссами окажутся два представителя расы райнарцев инопланетяне похожие на кошачьи странные пункты контракта живой груз неизвестный точка назначения разве это проблемы вы еще проблем не видели все только начинается космическая и эротическая фантазия опа фантастика извините не фантазия время звучания 17 часов минута 1 18 плюс для кого-то фантастика для вот для кого-то фантазия возможно слушаем фрагмент номер 405 к инфопанели 3 нарушил сонную тишину зала громкий голос обслуживающего компьютера я дернулась очнувшись это как раз мой номер 405 уже пару часов я ждала чтобы заполнить анкету виртуальной бирже труда и за это время успела задремать в неудобном кресле желающих получить работу сегодня оказалось немало автоматический функционал подбора кадров главного космопорта эктора 3 был весьма медлительным хоть работал сутки напролет я добиралась сюда с другого полушария планеты на общественном планере где совершенно не удалось поспать теперь даже крепкий кофе не спасал от усталости хоть спички в глаза вставляй как говорила моя бабушка софи так и далее я думаю немного изменений в этот вечер а точнее раскрытие тайн и интриг расследование и аудиокнига романовского бориса арчи книга 6 кровавый трон жанр боевой фэнтези чернокнижник или ограненный гуль или зверь любой кто встанет у меня на пути погибнет от моих цепей я арчи белов тот кто знал каждого бога этого мира в лицо золотая кровь кровавый ограниц кровавые цепи это нумерация книг содержание цикла кровавые доспехи кровавые крылья кровавый трон кровавый король читает дмитрий кузнецов запись 22 года время звучания 11 часов 47 минут возрастные ограничения 18 плюс и давайте послушаем этот низкий очень харизматичный голос дмитрия новость о том что артем объявил дату казни кати и моего ребенка вызвала во мне такую ярость что я на несколько секунд потерял контроль над собой виолетта которая стояла передо мной вдруг отпрянула и закрылась руками она напряженно смотрела на меня явно приготовившись в любой момент атаковать я постарался успокоиться пока никто не погиб все можно исправить что за дата процедил я 10 июля это символичная дата считается что именно в этот день первый разящий стал императором я активировал за айфон так у нас говорят что не показывает трансляции не идет в к в к не идет трансляция да я вот тоже сейчас смотрю друзья что-то у нас это с про проблему звука сейчас посмотрим что у нас все у нас происходит так друзья пока можете перейти если что на в этот в youtube перейдите у кто но мы все все комментарии зафиксированы у меня все есть что-то у нас в контакте глючит на ю тубе все вроде показывают аккуратненько сейчас проверю техническая неполадочка какая-то это одни от нас зависит друзья он периодически лагает на вконтакте почему-то не хочет у нас я сейчас проверю еще перепроверю посмотрим что у нас получится так в контакте посмотри алиса у нас работает у тебя все это все я вижу тут компьютере в комментарии но комментарии то идут а само видео идет у нас мы себя видим в контакте я проверяю youtube дороги туда да идет да но периодически значит это прерывается так что ой жарко сегодня немножко вроде идет сейчас я проверю тоже что люди жалуются в принципе вот да вот эти комментарии идут а вот видел я пока не вижу черный экран почему-то ю тубе все идет хорошо ю тубе все идет хорошо так 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 сейчас посмотрим ю тубе все идет у нас так ю тубе что нас идет у нас нет ю тубе идет у нас да ю тубе все хорошо вот вконтакте что-то не идет почему-то это очень плохо это очень плохо это техническая такая вот штука сегодня на жарко потому что вконтакте тоже как-то наверное у тебя в вид это ты видишь видео видео идет вроде бы у меня это шло посмотри проверю себя я у себя проверяю мне почему-то видео не идет толком на вконтакте ю тубе идет очень очень так переходим все на на youtube и друзья посмотрите там внизу ссылочка есть ссылочка на и ddk в youtube посмотрите перейдите туда по ссылочке кто хочет продолжить трансляцию смотреть вот и соответственно по играть я не понимаю почему вконтакте так издатель сайт у меня ссылочки нет даже на этот час мы сейчас 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 я ссылочку скину вот вконтакте людям которые вконтакте нету контакте нет трансляции я сейчас ссылку сыну на сту ссылку скину ссылочку в чат вконтакте вот я сюда вот закидываю сейчас ее общую ссылочку посмотрите кто у нас так перейдите на youtube на youtube переходим вот поют на ю тубе все работает сейчас данный момент вот да я у тебя проверяю все работает можно перейти сюда но все те что написали у на вконтакте все это мы до интернет проблем нет вот здесь не с интернетом проблема именно проблем как раз вконтактом почему-то я не понимаю youtube работает очень хорошо как ни странно вот вконтакте не работает черный экран ну что же и здесь я не могу ничего поделать но мы продолжим если что потом можно будет пересмотреть кто даже не успел досмотреть вконтакте то можете пересмотреть на ю тубе ссылочку я написал скинул ссылочку а ссылочка пошла что-то не не вижу и не а вот сюда вот еще ватку вконтакте ссылочку так вот я ссылочку вконтакте друзья еще скинул тоже так что переходим на youtube все перебегаем перед перелетаем на youtube есть онлайн чё там пишут да пишут да есть шелк вот еще на всякий случай да есть же ссылка блин у меня вопросы есть вот ангел ангел вот на тебе эту ссылочку тебе скинул тоже вот туда переходи если что вот еще раз одну еще раз ссылочку на и ddk тоже трансляция но там параллельно идет я не знаю если видно ребят скажите кто нают на вконтакте видно нас слышно вконтакте именно именно вконтакте просто интересно почему у меня не видно ее листья учетом видно все идет идет у меня ну значит у меня подключивает еще ну и слава богу ну что ж мы продолжим тогда продолжаем сегодняшний выпуск и мы стремительно начинаем заниматься плетением интриг как говорится и занятием одиночек аудиокнига глад алекс игра вместо войны книга 3 песнь одинокого волка жанр боевой фэнтези литр пг якобы для решения территориальных споров мирным путем полмиллиарда человек принудительно загнали вирт по факту нас пустили в расход приведя к оцифровке сознания создали армию рабов готовых трудиться на благо реального мира за нарисованные благо виртуального на земле уже давно почти все виды работ осуществляются удаленно через вирт капсулы теперь мы в мире меча и магии с обилием квестов на поддержание квалификации без выполнения которых будет обречен на голод и отсутствие крыши над головой мне повезло до входа в вирт я заключил контракт получив стартовый капитал и уникальный класс персонажа сотрудничество оказалось невозможно деньги я вернул получив независимость и моральный долг перед человечеством я не патриот но имея шанс на открытие массового портала в реальный мир просто обязан это сделать но это в перспективе а сейчас я должен впервые пробиться в реал и вот уже полученный заветный уровень и нужный навык а значит земля жди я иду содержание цикла игра вместо войны рождение феникса карающая длань песни одинокого волка соответственно это заключение цикла так понимаю ну да больше по моему больше нету читает иван никонов записи 22 года время звучания 8 часов 10 минут 40 секунд внимание содержит не цензурную бронь возрастные ограничения 18 плюс дата написания 21 год так что электронный книга есть еще данной аудиокниги дата выхода электронной версии 22 год размер почти 10 авторских листов а мы слушаем аудио фрагмент наконец-то я достиг заветного уровня ура теперь я да и не только я один многие из моих приближенных и союзников обреченных в виртуальном мире энгории с нетерпением ждали когда же мы покинем инстансовую зону ведь тогда впервые можно будет попытаться перенестись на землю шутка ли правительство сыграло злую шутку загнав полмиллиарда людей уирты якобы для решения территориальных споров мирным путем а по факту всех нас пустили в расход приведя к оцифровке сознания создали армию практически бесплатных рабов готовых трудиться на благо реального мира за нарисованные благо виртуального ведь там на земле уже давным-давно почти все виды работ не требующие непосредственного присутствия осуществлялись удаленно путем подключения сотрудника через вирт капсулу так ну а вот и пожаловали наши малыши ящерного происхождения или они как говорится в присмыкающиеся ну шо шо я могу сказать что боюсь что с их точки зрения присмыкающимися будут уже люди и так гринберг оксана чуть больше о драконах получив стипендию я переехал в столицу чтобы узнать чуть больше о драконах там есть кстати вопрос по моему я попозже его задам еще хорошо меня ждут два последних года в лучшей академии магии королевства и неприятности в которые я не собиралась ввязываться особенно падать на голову лорду канцлеру астера и уж тем более соединять свою судьбу с носителем второй крылатой ипостаси но как быть если один из драконов тоже решил узнать чуть больше обо мне любовная и приключенческая фэнтези читает романова наталья время звучания 7 часов 21 минута 16 плюс да мы слушаем небольшой фрагмент и у нас опять проблемы с видео на и и теперь у нас пропал еще и и канал youtube и ddk как ни странно у нас проблема с ну не что ну ладно мы записываем у нас идет под запись еще друзья вот слушаем фрагмент особняк без сомнения был роскошным выстроенный на острове сене что по другую сторону от королевского канала место где селилась исключительно столичная знать он являл миру свидетельство огромнейшего богатства лорда вейса четырехэтажный из темного мрамора с резными колоннами поддерживающими широкий балкон этот дом казался мне памятником незыблемой мощи древнего и знатного рода зеленый плющ увевал третий и четвертый этажи подбираясь к плоской крыше на которую удобно могли приземлиться драконы дайса была их столицей и подавляющее число ее жителей были носителями крылатой ипостаси только вот драконы на крышу особняка никогда не приземлялись дом стоял безжизненным с наглухо закрытыми ставнями на верхних этажах и зашторенными окнами на нижних лишь когда на город опускались сумерки паре окон на первом этаже загорался свет там где по моим прикидкам находилась спальня хозяина так у нас слетела вся трансляция но в принципе идет под запись потом я отдельно выложу если что сейчас попробую переподключить и но ты сохрани все алиса все записи все кто написал сейчас попробуем переподключиться ну и снова я с вами и с нами аудиокнига как вам могу сказать моя 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 дежавю аудиокнига как обычно я я ожидал этого конечно но ладно продолжим итак дмитрий серебряков анастасия соболева виртуальный мир книга 11 найти и спасти литр пг попаданцы так слушая ведь каждый раз хочу его по нову прочитать по-разному да по-моему я читал агрессивно по моему читал за женский голос давай предложи как каким тоном прочитать это вот сегодня таким у него чечен пьяным пьяным давай давай я попробую и слушай пьяным это на так друзья я пьяным на попробовать ладно давай потом скажу что ну ладно мера будущего многие хотели бы попасть в него а если против собственной воли да еще и место реальности виртуальную игру вот наши герои попали в игру будущего к тому же если засунуть туда 400 миллионов людей из 21 век словно таракан да еще в одну банку результат может оказаться совершенно неожиданным но жить так хочется так что придется нашим героем вертятся ужами на раскаленной сковородке иногда в буквальном смысле содержание цикла виртуальный мир книга первая давай я перечислю в конце концов я по-моему не перечислял уже давно да я просто не буду говорить книга 1 книга 2 и так содержание цикла виртуальный мир игра или умри долина монстров бастион дорога в неизвестность новый горизонт тайны из прошлого миттель шпиль битва за геран сила древних очищение кровью найти и спасти эйдаху смерть энд шпиль перечислять буду только не раньше энд шпиля друзья в следующий раз читает стахановец аудио производства издательства и ддк александр башков запись двадцать второго года время звучания и 7 часов 34 минуты 40 секунд ну семь часов с половиной небольшая в принципе но все равно давайте оценим то что александр для нас работает так вот внимание содержит нецензурную брань и возрастные ограничения 18 плюс слушаем просторной комнате где стены были заставлены книжными полками а солидный дубовый стол и массивные кресла занимали почти четвертую часть всего свободного пространства возле единственного панорамного окна с вычурной деревянной рамой искусно расписанной рунами стоял альмарил ори финальгорн складывалось впечатление что эльф любовался прекрасным горным пейзажем на фоне которого раскинулся дворцовый комплекс в окружении фруктовых деревьев одно из самых древних сооружений что возле ли гнома ради того чтобы главы раз могли в мире и покое собираться для обсуждения стратегических вопросов или же просто проводить переговоры между собой если бы в эту местность смогли попасть люди то они сильно удивились бы подобным постройкам ну а у нас как говорится так и перемещаются в эфире животные разного происхождения и рода только в этот раз мы уже столкнемся с аудиокнигой вольф алекса и академии красного феникса дар богов так давайте сначала там какой вопрос был парочку сейчас задам предыдущего так ангел все спрашивает олег какую-то там книгу покупал когда выбирал и купил ли я про электронно я не понимаю чем на счет такое выбирал я не помню вот тебе не помню да и не помню про 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 что какую книгу я какую-то купила не помню какую уже это был дарак потом он же спрашивает и дтк имеет отношение к ли тресу а вы и дтк имеет отношение к литрысу так как как партнер который выкладывает на лет рейсе свои аудио книги а я клетросу имею отношение постольку и поскольку по поскольку я работаю с издательством ddk и аудиокниги от издательства ддк выкладываются на литрес на литрес кстати я недавно все-таки в литрес чтец я одну книгу пытался начитать полгода в итоге мне это вот я ее забросил и я взял другую книгу на литрес чтец но я теперь начитаю точно между делом по кого-то будет вот у меня отпуска буквально вот наступил сегодняшнего дня фактически вот у меня будет ремонт дома вот и я между делом буду начитывать аудиокнигу для литрес чтец очень интересная вещь вот то есть это что я подобрал надеюсь я все-таки начитаю как-то осилю между делом а может не осилю там время там все есть вопрос еще ангел си почему спрашивает какое снотворное у меня не вызывает аллергию очень хороший сон она без снотворного падает просто приходит с работы падает просто и сразу на работу потом а потом почему-то обращение к андрею но ладно андрей а какого принципа бы отдали алисы за какой откуп какой андрей какой алиса в таком случае и вопрос андрей я предполагаю какой там андрей не будем этот вопрос поднимать пока в пусть внутри и чате к тому так у нас пока все работает я просто знаешь уже как-то это вроде как и там и там да и там и там работает все хорошо друзья вот к сожалению от 1 выпуске кто не перешел на так ладно погнали дальше так я еще десятую не озвучила а давай 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 10 что нас там да никогда не примеряйте кольцо которое вы копали из земли иначе получите путевку в другой мир прямиком в магическую академию а там суровые мужчины заносчивый куратор сокурсники строящие козни а то и мечтающие убить но где наша не пропадала и с новыми и с новыми дисциплинами разберемся и с куратором справимся и влюбимся стоп а вот этого в планах моих не было любовная фэнтези читает дианова ольга время звучания 8 часов 1 минута 16 плюс поехали как я сказал так и будет альнар угрожающий навис надо мной вынудив буквально впечататься в высокую спинку кресла даже если ректор будет против пискнула я глядя на пяти курсника снизу вверх всегда убранные в строгий хвост на затылке каштановые волосы альнара сейчас были в непривычном беспорядке несколько прядей упало на высокий лоб добавив парню столь несвойственный его образу лихости глаза альнара угрожающий сверкнули из-под нахмуренных бровей ректор не будет против а это мы еще посмотрим я с вызовом сдернула подбородок чувствую что еще немного и придется идти к целителям шея безбожно затекла это прямое нарушение устава договорить я не успела меня наглым образом перебили которую по странной прихоти судьбы закинула в этот странный мир полное волшебства и высокомерных мужчин так а вот у нас ирина плюшкина появилась ирина вы же победитель 60 выпуска вы так и не написали какую книгу аудиокнигу хотели если что и все еще остается в силе не забывайте пересмотреть 60 выпуска вы там выиграли кстати вопрос от вас про трансформу 5 не забудете нет друзья не я не забываю про трансформу 5 она постепенно начитывается сейчас начитана уже еще одна глава ее нужно обработать и в течение завтра послезавтра она будет выложена и к концу недели еще будет одна здесь уже как я сказал раз в неделю хотя бы будет выкладываться глава если в одну неделю нет головы значит в следующей неделе будет две главы зависит от того от моего самочувствия прошлый раз я просто может приболел просто физически одну неделю пропустил но на следующей неделе я выпустил две главы так что все трансформа 5 будет и трансформа 6 будет тоже но эту нашу ближе к следующему году так что не переживайте ну а мы переходим значит к следующих не вижу ну что почему вот давай сделаем небольшой перерыв зверинцы и поразмышляем на темы как говорится бытия только как это сделать если ты находишься в зоне смерти вот вопрос конечно достойный что где когда итак ливанный андрей зона смерти книга третья стал тех он попал в отчужденное пространство по воле злого рока он хотел выжить любой ценой но ему предстояло пройти все круги техногенного ада познать сколь глубока человеческая подлость и сколь беспощадно равнодушная к людям силы техноса начинающий сталкер максим не подозревал что попал в неумолимый водоворот событий кому есть дело до инфицированного скоргами погибающего новичка когда военные орден сталкеров стоят у порога разгадки тайны узла а армии механоидов сходятся в решающей битве но не все решают силь сильные миры сего только максим и группа легендарной титановой лозы способны повлиять на неумолимый ход событий открыть зловещие замыслы техноса заглянуть за черту жизни и смерти чтобы разгадать тайну мрачного здания с логотипом d r g английскими буквами содержание цикла зоны смерти титановые лоза я думаю у всех на устах все любители аудиокниг это наверное слушали прочитали далее идет черный пустошь стал тех это третья книга далее идет точка разлома прорыв читает александр степной запись 22 года время звучания 9 часов 35 минут 37 секунд возрастные ограничения возрастные ограничения смотрите 12 плюс 12 плюс очень редко бывает такая у нас категории 12 плюс слушаем новосибирская зона отчужденных пространств ноябрь 2056 года мощная дверь усиленная композитной броней плавно сдвинулась в сторону открывая вход в подвальное помещение антрацит слился с сумраком импульсный пулемет в его руках казался игрушкой стук в дверь был правильным условным но после бегства из ордена вольный мастер мнемотехник соблюдал железное не раз спасавшие его правила не доверять никому снаружи на улице завывал ветер скрипел ржавый лист железа выше фрагмента темных угловатых руин в разрывах облаков помаргивала одинокая звезда так вот ирина пишет стикс ирина напишите пожалуйста вот внизу есть почта моя вот я вот чтобы не забыл стикс посмотрите в 60 выпуск выпуске какие были аудиокниги напишите пожалуйста на почту мне мне так будет удобнее я просто могу забыть какую книгу и что-то вот потому что сейчас жара понимаете сами так не забываем друзья что у нас сегодня розыгрыш мы продолжаем он продолжается те кто как говорится написал можете еще раз написать на всякий случай повтор если будут мы это все учтем то есть два раза проголосовать нельзя но один раз точно можно вам достаточно писать хочу аудиокнигу да вот кто-то мне вот пишет или или вконтакте да напишите вконтакте наверное в корее суме кто-то вконтакте пишет я вот даже в кабине у меня сейчас проточная вентиляция работает но очень жарко на улице 33 градусов сегодня было очень-очень жарко так а мы переходим к следующей аудиокниги и у нас на очереди ткачев андрей блин файндроид фандроид 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 не знаю короче фандроид я покорю лабиринт с помощью техник масс массажа книга 1 вот от названия жанр городской фэнтези бояр аниме в нашем мире сила играет одно из важных ролей и если ты можешь достичь вершины на пути своего развития то сможешь получить от жизни все но они все наделены талантом культивации или не имеет средств на дорогие алхимические пилюли у меня есть лишь массажные техники передающиеся в нашей семье уже седьмое поколение но что если имея только одно казалось бы незначительное умение можно тоже достичь вершины интересно да теперь можно техникой массажа попасть в это в топы как говорится рейтингов читает максим полтавский запись 22 года время звучания 8 часов 3 минуты слушаем фрагмент извините я прибыл по заказу позвонив в домофон богатого дома и постаравшись не запнуться вежливо ответил я после того как наконец-то на мои звонки ответили хотя может я слишком нервничаю ведь прошло всего два гудка проходите госпожа вас ждет после небольшой паузы ответили мне я мысленно выдохнув постарался собраться с мыслями шагнул в открывшиеся ворота к дому меня вела короткая тропинка но даже за пару шагов я успел оценить богатое убранство и редкие растения высаженные вдоль нее постарался сильно не глазеть по сторонам но не приметить нескольких духовных цветов высаженных тут по всей видимости только для красоты не мог это ж какие деньги надо иметь чтобы такие дорогие растения посадить только для создания красивого вида так так я очень я умываю руки зрелище уже 18 плюс ну точнее не зрелище а собака никогда ну что ж как бы не виделось это вам всем лучше заранее увидите всех кто моложе 18 лет ибо тут намечается нечто 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 сказать от автора шей джина сосед сверху сосед снизу уже интригует тут не сказано где они живут или просто так сказать разместим ушло это у квартиры сверху этого снизу примерно живет на третьем этаже он на четвертом этот по вторым этот год был последним для меня на танцполе спортивных турниров я хотела его запомнить на всю оставшуюся жизнь сбылось один только танец между двух раскаленных тел эти двое они стали постыдным сном тем что хорошей девочке было не так так неловко вспоминать я не ожидала встретить их снова спустя столько лет я не ожидала что они меня не узнают да еще и поспорят кто быстрее затащит меня в постели и уж точно я не ожидал что будут так хотеть чтобы они меня победили сразу оба вот так вот современный любовный роман борисова татьяна читает время звучания 10 часов 51 минута содержит нетензурный брань и 18 плюс слушаем фрагмент сколько в моей крови шампанского бочка я не знаю зато я летаю на высоченных новых шпильках пока еще держусь на них будь чуть потрезвее точно бы навернулась зажигая настена во весь голос орет аллин ко мне на ухо и на наши головы громовыми раскатами обрушивается один из старых хитов которые из всех утюгов можно было услышать ты еще лет назад в россии а мы на секундочку в берлине чем скажите на милость михайловская шантажировала диджея который не только нашел для этой долбанутой это русское старье но и согласился его поставить на полную громкость хотя плевать под него отлично танцуются кто должен заказывать музыку как не победителя бесконечно долго многое друзья и невероятно необъятное я могу разглагольствовать о многослойности этих миров также продолжительно длится сама эпопея да да друзья вы не ошиблись и у нас в эфире сегодня супер премьера кран дмитрий мир и артема каменистого стикс умершие книга 2 клейменные холодом приключение фарта в морозном стиксе продолжаются стихии все также хочет превратить всех в заснеженные статуи торгаши обмануть зараженные сожрать бандиты ограбить а честные рейдеры постойте ошибочка вышла не припомню чтобы такие встречались этот вид вымер из-за своей наивности хаос ульи снова закружил героя в бешеном водовороте остается только мечтать хотя бы о короткой передышки а отдых здесь такая роскошь что за пару-тройку минут спокойствие могут и убить да у нас сегодня тоже бенефис как у александра башкова сегодня это эту аудиокнигу читает александр чайцын запись 22 года время звучания 11 часов 35 минут внимание содержит не цензурную врань возрастные ограничения 18 плюс также есть электронные версии данной аудиокниги дата написания 20 год дата выхода 22 размер 10 небольшим авторских листов а мы слушаем небольшой фрагмент в исполнении александра крадущийся в ночи человек заулыбался несмотря на сгущающийся сумрак выброшенный у обочины труб он приметил заранее вася закряхтел пробираясь по сугробам к заветной добыче не прошло и минуты как дыхание сбилось и бомж начал задыхаться ведь образы жизни вел мягко говоря не самый здоровый у васи был очень мощный но крайне бесполезный дар бомж чувствовал когда в радиусе 10 километров срабатывал портал свое время в него инвестировали немало гороха и даже жемчуга когда он только попал в цитадель применение его таланту тут же нашли в сбг ну а далее немного нежности на фоне предыдущего произведения в исполнении алисы а тут в общем более конкретно роджер кроликов переформулировал вопрос ангела и сдает такой такую модель для чтения книг ты приобрел а электронную версию электронной читалки покетбук 17 7 дюймовый или 10 дюймовый я посмотрю сейчас секунду да вот она у меня есть здесь вот вот друзья смотрите какая я сейчас если увидите вот это вот моя вот покетбук 740 у меня вот такая модель электронные аудиокниги покетбук 740 это значит сколько 10 дюймов что ли да нет 7 и 8 дюймовый сенс мультицентрный экран вот это вот я ее периодически вот почитаю так давай что там еще там вопрос сколько ты сахара кладешь в чай а смотря какая ложка сахарная да у меня есть я не знаю вот сколько обычный стакан я кладу 7 эту 73 ложечки сахара или 22 подожди 2 да но у нас чайная ложка у меня чайная ложка другая не как у всех она может сказать сервисный такая сервисные чуть побольше какая разница пока кладу еще в граммах что сказать давайте продолжай уже давай у нас очень много книг впереди ну как много еще до довольно достаточно мне жарко уже мне уже жарко хочется попить и у меня там холодненький лимонадик стоит тогда яркий контраст студию эльба ирина и осинская татьяна представляет книгу драгоценная ой божечки у армель шанталь было все заботливые родители богатство титул магический дар она и представить не могла что в привычный мир дворцовых интриг вдруг ворвется ветер приключений принеся с собой соленый вкус моря ожившей легенды и превратит ее в заложницу рабского клейма но первая фрелина принцессы умеет держать удар судьбы и чтобы не пришлось вытерпеть она найдет свою дорогу к счастью любовная фэнтези юмористическая фэнтези приключенческая фэнтези читает потопальская потопальская наталья время звучания 14 часов 25 минут 16 плюс повернувшись на другой бок я закрыла глаза и попыталась уснуть выходило плохо очень плохо близость мужчины вызывала странную дрожь будто маленькие молнии поочередно били по коже порождая непонятное томление во всем теле и желание сбежать гнусный тип уверенно он подстроил это специально чтобы отомстить да было бы за что подумаешь прилюдно отклонила его предложение руки и сердца ну да в очень некорректной форме но и он хорош застал врасплох вот я растерявшись и ответила в привычной для меня манере но а дальше у меня припасено еще еще круче друзья сам основатель цикла стикс артем каменистый это не по его как говорится книгам или все это пишет сам артем каменистый и так артем каменистый корма книга четвертая пир для избранных четвертая книга шикарный цикл друзья шикарно рекомендую пустыня осталась позади но невзгоды увы остались пригрешники он угодил грандиозную западню куда попали все те кто не смогли быстро добраться до северного края яруса и теперь у него два пути либо смириться со своей участью и погибнуть вместе с остальными неудачниками либо вырваться из ловушки и вытащить из нее своих друзей вот только ловушка непростая чтобы спасти себя и других придется сразиться самым страшным зверем с человеком содержание цикла корм корм фастфуд правильное питание пир для избранных боевая фантастика читает артем мрак внимание друзья это эксклюзивная аудиокнига она еще она еще дописывается то есть последние главы редактируются но первые десять глав насколько я знаю они идут синхронно электронной версии аудиокниги на где-то будет так что когда она выйдет это будет синхронно еще и текст это синхрон это полный эксклюзив весь текст я даже не знаю какой весь текст и даже чтец который читает эту книгу ну аудиокнигу он пока тоже до конца не знает что будет в конце но текст уже написано он редактируется постепенно по главам выкладываться будет здесь будет первые 10 глав то есть по время звучания я пока не могу сказать сколько но первые 10 глав а далее они будут выкладываться по мере как говорится готовности я думаю концу месяца будет готова вся аудиокнига но в августе будет возрастные ограничения 16 плюс а мы слушаем небольшой фрагмент ненавижу хаоситов высказывание приписывается участнику тони осмодею прославился тем что продолжительное время пребывал на вершине топа убийств совершенных ближнем бою нередко с особой жестокостью а также анекдотически отыгрывал роль персонажей с культовой игровой вселенной warhammer 40000 якобы именно эти слова он произнес при первой встрече с основными антагонистами альтернативным сведениям на самом деле тони осмодеи выкрикнул во славу императора кто прав судить сложно обе версии одинаково неправдоподобные и обе сходятся в одном эти же слова являются и последними сомнительная критика легенд ксая но книга без редактуры и нет как раз вот первые 10 глав как раз отредактированы но последние остальные главы сейчас редактируются заканчиваются редактуры так что остальные главы будут вначале я думаю закончены к концу этого месяца так мы переходим утка говорится удивительные рядом а что еще нужно когда здесь все с нами а тут короче какой-то невероятно потрясающий вопрос ну да каком костюме я бы приняла в жертву кролика костюме повара как это жестокое да как так белого кролика без слушай ну это какая-то жестокая сцена белый кролик и алиса алиса я кролик кролик я алиса это пудинг было наверное каждому из нас нужно принять себя чтобы не потеряться как телиться на евгении стихийный мир книга 3 принявшая себя вот так вот интересно круто вообще поворот вероятный невероятный глупо было надеяться что худшие уже позади смески и воздушники демпы некроманты мы победили всех но как сражаться с богами у терра на руках все карты а я пытаюсь разобраться в том что происходит хворь тайны наших создателей угрозы черников так много всего с чем предстоит справиться вот только все мои мысли совсем не о спасении не истории ангел или маг тоже я теперь и что же мне делать с этой силой содержание цикла стихийный мир потерявшая память сбежавшая от тайн и принявшие себя любовная и приключенческая фэнтези читают опа внезапно поворот кейнс галина и олег очень необычно знакомо время звучания 6 часов 33 минуты и 18 плюс содержит нецензурную брань ну да да там не содержит друзья там все запеканы так все в пределах нормы там даже слов не буду проговариваются знаете когда мы начитывали там троеточие от матерился он да так что можно даже в 16 плюс я бы написал но ладно раз запекали на запекали но слушаем небольшой фрагментик и у нас потом еще одна аудиокнига пролог sky hunter крикнул я и резко села голова кружилась но я все же пыталась осмотреться где он я смогла помочь он жив когда я потеряла сознание возможно какие-то вопросы я задавала вслух потому что родной до боли голос тут же начал меня успокаивать тише тише любимая я здесь все в порядке ты спасла меня любовь моя хантер аккуратно но крепко обнял меня ты жив прошептала я всхлипывая уткнувшись ему в шею я позорно разрыдалась меня накрыла такая волна облегчения что невозможно передать словами ну что ж друзья за финалем сегодня аудиокнигой не забываем что у нас продолжается розыгрыш кто не успел написать хочу аудиокнигу пишите хочу аудиокнигу буквально через минутку мы разыграем ее среди тех кто сегодня написал ирина я надеюсь вы написали мне да я посмотрю сейчас кто-то мне написал наверное тут вот вконтакте еще посмотрю мне просто так вы написали мне в к стриму не показывал да вот в к у нас что-то глючит надеюсь я сейчас выясню при я примерно понял причину надеюсь все будет порядке вот этот аудио выпуску будет в двух частях но потом я залью его на вконтакте склеили две части будет части первая часть 2 будет в одной части ой тут ладно ирина напишите ирина плюшкина который напишите мне на почту какую книгу точно хотите там стикс не стикс там какую-то там это шесть шестидесятом выпуске выпить победили а мы заканчиваем сегодняшний выпуск аудиокнигой игоря вардуна со белый батальон книга первая вагнер жанр боевой фэнтези городское фэнтези сотни лет рядом с нами живут мифические и фантастические существа скрытые древней магией юра простой инженер волей случая спасшие ребенка и попая и поп попадающий в таинственную организацию стоящую на страже двух миров получает волшебную силу загадка параллельной вселенной фронтира еще не раскрыта но из-за незримой черты грядет зло древнее жестокое беспощадное времени на защиту нашей реальности становится все меньше юре предстоит обучиться собрать команду и успеть остановить незваных гостей читает вот так так давно вадима не было слышно создать в этом издательстве в данном читает друзья один из корифеев ну как один из очень долго читает уже человек вадим пугачев вадим пугачев запись 22 года время звучания 8 часов 40 минут 38 секунд возрастные ограничения 16 плюс слушаем фрагмент думаете это у вас день не задался знаете бывает и похуже ночь у меня в очередной раз разбудил надоедливый звук и я сильнее натянул на голову одеяло неужели опять комар я же его вроде как прибил сволочь такую но шум доносился снаружи старфяников спросоне показалось что это квадрик или мопед в полях и по болотам нередко любила гонять заправленное бухлом неадекватное пацанье из соседнего садоводства жаль тут не на орешь и в трубу не постучишь да и наваляют еще ну что ж это было заключительная аудиокнига на сегодня алиса сколько у нас участников сегодня я понимаю что у нас сегодня было облом небольшой но мы из того части из этой части люди потом пересмотрят надеюсь я простите пожалуйста это не от меня зависит были бывают технические проблем о колокольчики какие у тебя колокольчики что за колокольчики на телефоне видим прислал оповещение на тебя прислал оповещение сколько у нас сегодня участников так ну мя и 23 оказался 22 сегодня так что 22 все-таки все-таки мы набрали людей да как ни странно с двух частей это 22 человек давай зачитывай кто и по каким номерам так так первый у нас сегодня роджер кроликов 2 феликс кремере 3 илья гриневич 4 окон сейф 5 владислав беспалов 6 алексей зарянов ю тубе 7 это раз успенский екатерина кошелева 8 данила федоренко 9 10 анатолий бондаренко 11 арт х с в ю тубе 12 мадам марош в ю тубе 13 павел александр в ю тубе писал 14 елена цуканова 15 ира подолякина 16 софия руднева сергей ермураки 17 18 ирина плюшкина green dragon 19 в ю тубе 20 тарья солдатова 21 софья гугал и 22 мая 23 23 все-таки до 23 так ну что а вот подождите тут еще и никита синих он у нас 20 24 но 23 23 23 23 все-таки до 23 по 3 по номин 23 никита синишин никита синишин хорошо ну что 1 а давай считай а давай считай 1 2 стоп 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 а давай в этот раз интригу поддержим подольше я сейчас хочу посмотреть сказать какие аудиокниги были у нас сегодня а у нас были аудиокниги какие и так смотрим алексей шмаков макото книга 2 дальше макс вальтер чистилище стадия зависти книга 3 дальше анна одувалова отражение далее замполит неверный ленивец провокатор ольга грон космо котики или два босса для земляники земляники борис романовский арчи кровавый трон так идем дальше алекс глад игра вместо войны песни одинокого волка книга 3 далее оксана гринберга чуть больше о драконах дракон у нас вот книга дежавю цикл виртуальный мир найти и спасти по моему одиннадцатая книга до алекса вулф академия красного феникса дар богов далее андрей левадный зона смерти стал тех книга 3 андрей ткачев финдфиндроид лабиринт книга 1 с помощью техник массажа да смотри интересно дальше джиннышей сосед сверху сосед снизу дальше мир и артема каменистого дмитрий крам взмершие клейменные холодом далее драгоценная ирина эльба татьяна осинская артем каменистый пир для избранных четвертая книга далее стихийный мир принявшие себя евгения телицына ну и книга 18 книга сегодняшняя по счету игр варду нас в вагнер ну что теперь можно и разыграть 23 человека да раз давай считай два месяца по очереди раз давай я говорю давай раз ну два два три четыре пять все хватит под номером 20 нас сегодня выиграл или выиграла кто еще раз какой номер номер 20 дарья солдатова писала в к нам дарья дарья поздравляю вас список аудиокниг я чуть попозже выложу в описании вот вы можете также пересмотреть выпуски вот первая вторая часть или там или там посмотрите я их пока вот эти дубли не был я буду их пока оставлю пока вы не напишите какую аудиокнигу захотите да а потом я удалю эти выпуски и ну я потом отдельно еще залью так как параллельно я залью еще выпуска завтра залью полностью выпуск склею из двух этих дублей что же для того чтобы получить аудиокнигу дарья напишите мне внизу в описании по ссылочкам пройдите в описании этому этого стрима есть моя почта электронный олег собака кейнз точка ру напишите мне я победитель выпуска номер 62 хочу такую-то аудиокнигу и в день и и релиза не сразу а в день и не именно релиза на летнюс на летнюс на летрес вы получите ссылочку для скачивания абсолютно бесплатно и безвозмездно что же друзья сегодняшнее наше лето середина начала лета середина лета вот так вот пошла очень по жестокому пути жесткому пути у нас сегодня даже пришлось два выпуска сделать вместо одного получается но выпуск получился довольно таки объемный а мы с вами сегодня прощаемся до следующего понедельника алиса говори правильные слова какие-то про колокольчики продергающие или что там надо делать еще дергать не надо надо подписываться в контакте и ддк и аудио портал олега кейнза в телеграме и в ютубе туда и туда везде пальчики большие вверх вниз мы не ставим усердных не увидим вот так вот ставьте да вниз ставьте лайки лайки мы любим лайки любим лайки да и колокольчики любим беленькие вот когда беленький колокольчик в ютубе увидите это значит вы подписались и еще поставили напоминание о том что сегодня понедельник надо срочно идти и выигрывать аудиокнигу но мы с вами прощаемся всем всего доброго до следующего понедельника пока друзья до свидули дули джой джой джой